Выставка современной иконописи – это тот редкий случай, когда произведениями духовно-изобразительного искусства можно полюбоваться во вполне светском учреждении. Тем более учреждение, скажем так, профильное – Дом художника. Участники выставки считают, иконописное мастерство в крае, представленном Строгановской школой, необходимо возрождать, причем делать это, не откладывая на будущее и не экономя душевные силы. Конечно, человек так просто, не возьмется заниматься этому, посвятить всю свою жизнь. Иисус, и вообще говоря, иконописи – это церковное служение. А служение, оно как само по себе такое в церкви, оно не может твориться так в полноги, или так с небрежением, или с каким-то так. Этому человек должен посвящать все свои силы. Расцветом пермской иконописи эксперты считают 16-17 века. В то время в Пермском крае появились строгановские мастерские. Своё название они получили по фамилии основателей, именитых солепромышленников Строгановых. Сейчас иконописью в Перми занимается всего одна мастерская – добро. Уже более 10 лет её мастера возрождают традиции духовно-изобразительного искусства. Работы пермских художников находятся во многих храмах края. Поскольку мы работаем в традиционном ключе, в ключе традиционной русской иконописи, естественно, что мы используем в качестве источника вдохновения эти образы, которые уже были созданы нашими предшественниками в годы расцвета, так сказать, русской иконы. Это 15-16 век. Кроме того, современные пермские иконописцы черпают вдохновение и в более древних работах. Примерами для подражания служит творчество византийских и греческих мастеров. Для писания современных икон пермяки предпочитают использовать традиционные техники и материалы. В основе, как и прежде, минеральные краски и пигменты. Применяют сусальное золото. Хотя, признаются мастера, не обходятся и без современных химических добавок. Но это не главное. Главное, утверждает отец Олипий, духовный настрой мастера. То, что касается самого духовного наполнения, духовного настроя, тут, я думаю, мало что изменилось с тех древних пор. Но всех нас объединяет общая вера, понимаете? То есть человек верующий, то есть человек служит, человек трудится, человек работает Богу. Сейчас иконописью занимаются как монахи, так и миряне. И все они называют свою работу делом жизни. Александра Михеева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей. Спасибо.